Этого анонса ждали. По праву, это самый ожидаемый анонс выставки MVC. Смартфон Samsung Galaxy S5 анонсирован. Unpacked 5 – мероприятие, которое ждали все без исключения. Новые устройства Samsung – это всегда интересно. Многие из них дают новый вектор развития индустрии. Корейская компания заигрывала с прессой, сначала опубликовав название Unpacked 2014 эпизод 1 с маленькой пятеркой в углу. Уже на выставке стало понятно, что следует ждать устройства из линейки Galaxy, хотя сомнений было немного. «Mid the next Galaxy» или по-русски «Встречайте следующий Galaxy» – гласили плакаты. А позже стало понятно, что упор будет сделан на пять инноваций в устройстве. Стильный внешний вид, отличная камера, возможности сверхбыстрой передачи данных, широкий выбор фитнес-приложений и защищенность. Новый смартфон представил лично J.K. Shin, президент компании, который достал устройство из кармана. Samsung Galaxy S5 – не единственный анонс компании. Также были представлены три модели часов – Samsung Gear 2 и Gear 2 Neo. Разница лишь в отсутствии камеры у последних, а также понравившиеся многим умные часы Gear Fit с изогнутым дизайном. Новый Samsung Galaxy S5 разработан с учетом самых актуальных требований пользователей. В SGS5 стоит новая камера с 16-мегапиксельным сенсором. Интерфейс камеры также обновился, функционал расширился. Скорость автофокуса запредельная – всего треть секунды. В презентации показали функцию выборочной фокусировки, которая позволит выделить часть изображения, при этом размыв фон. Эффект как будто вы снимаете на зеркальный фотоаппарат с портретным объективом. Новый Galaxy поддерживает LTE четвертой категории. Скорость передачи данных до 150 мегабит в секунду. Еще одна интересная инновация – Download Booster, которая увеличивает скорость передачи данных за счет параллельной работы Wi-Fi и LTE. Большой упор сделан на активный образ жизни. Обновилась служба S-Health до версии 3.0. Это персональный фитнес-трекер с широким выбором полезных функций. Шагомер, диета, запись физических упражнений. Также в новом устройстве под камерой находится датчик сердечного ритма. Samsung Galaxy S5 получил защиту по стандарту IP67 от пыли, влаги, брызг и даже полного погружения в воду на глубину до 1 метра, до получаса. Ваши данные на смартфоне могут быть защищены благодаря биометрическому сканеру отпечатков пальцев. Нельзя не отметить специальный сверхэкономичный режим. Он отключает все дополнительные функции устройства, а экран становится черно-белым. Режим был ласково прозван нами «Всё тлен» и «Безысходность». А кое-кто разумно сравнил новый Samsung с устройствами компании Yota Devices. Смартфон будет доступен в четырёх цветовых вариантах. Угольно-чёрный, сверкающий белый, электрический синий и медное золото. Да, сегодня мы с вами стали свидетелями глобального анпека, глобальной презентации новейшего флагманского смартфона компании Samsung, Samsung Galaxy S5. Если говорить, когда же мы его увидим в России, то дата, когда он поступит в продажу не только в России, но и во всём мире, это 11 апреля 2014 года. 150 стран мира в один день начнут продажи. Действительно планируется, что все аксессуары будут доступны к поступлению в продажу смартфона. Что касается цветов, то основные цвета белый и чёрный поступят 11 апреля, а голубой цвет и золотой цвет поступят в продажу немного позже. Мы подержали в руках все представленные устройства. Делимся впечатлениями. Samsung Galaxy S5, получивший Full HD экран и обновлённый процессор. Работает быстро, и обновлённый TouchWiz на первый взгляд очень нравится. Он получил вдобавок интерфейс Magazine UX, который появился на Pro-линейке планшетов. Устройство хорошо лежит в руке, но вот задняя крышка в действительности понравилась не очень. Перфорированный задник некоторым напомнил салон ВАЗ-2106, а кое-кому медицинский пластырь. Электрический синий, поразивший всех на картинках, не обладает такой глубиной в реальности. При этом цвет медное золото многим показался розовым или оранжевым на картинках. В действительности это приятный кремовый оттенок золота. С сожалению, отмечаем, что несмотря на экономичный режим батареи, сам аккумулятор не очень-то вырос в размерах. 2800 мАч против 2600, которые были в S4. Что касается новых умных часов, Gear 2 и Gear 2 Neo стали чуть тоньше первой модели, и обе получили возможность сменить ремешок. В Neo нет камеры, а в Gear 2 она расположена на часах. Кроме того, единственная кнопка переехала в центр. Ими стало удобнее пользоваться. Тут также есть датчик сердечного ритма и увеличилась батарея, которая обещает работать 2-3 дня. Samsung Gear Fit нечто среднее между браслетом и часами с изогнутым экраном. Качество изображения на нем потрясает сознание. На выбор есть порядка полутора десятков разных дизайнов часов, но все отвернуты от ваших глаз на 90 градусов. Так что вам придется поворачивать голову или руку, чтобы комфортно посмотреть время. Здесь также есть датчик сердечного ритма. Сами часы вытаскиваются из браслета, и вы можете менять цветовую гамму браслетов. Такие новинки представил Samsung, не забыв напомнить и о Galaxy 11. Уникальность сборной футболистов, команды лучших игроков мира, которой предстоит бороться с инопланетным нашествием. Пока что это вылилось в милые виниловые игрушки, созданные в коллаборации с KidRobot. Продолжение следует...